Привет, Мурат. Чем славится Камчатка? Камчатка крабами? Нет, вулканами. Их тут очень много и они все подвижные, действующие, красивые. Сегодня мы поедем на два, Мутновский и Горелый. Мы будем на них забираться? Мы будем на них забираться. Более того, мы будем ночевать у подножия одного из вулканов. Мутновский славится своими фумаролами, грязевыми котлами и термальными источниками. А у Горелого есть очень красивое озеро в кратере вулканов. Супер, искупаемся. Как тебе программка? Отлично. А ты чего на квадроцикле сидишь? Потому что я сейчас на нем поеду туда. Ты готов? Так, тихо. Тихо. Так, зеленая кнопка. Догоняй, что? Ну что, мы остановились у смотровой площадки? Погода портится каждую минуту. Мы планировали ночевать у подножия вулкана. И именно в том месте выпал 20-сантиметровый снег. Я не знаю, как мы туда поедем. Мне кажется, это нереально. Но я думаю, это нам не помеха, где мы только не ночевали. У подножия вулкана 20 сантиметров. В палатках, в снегу, как ты себе это представляешь? Ну как? Сделаем костер, сварим уху. Меня тут вдувает. Ну посмотрим, посмотрим еще. Как обычно, все ради кадра. Ну что, поехали? Поехали. Погода становилась все хуже. Метель усилилась. И ехать стало совсем невозможно. Вот сейчас мы реально находимся на краю света. Дальше ехать невозможно. Ночевать там невозможно. И мне кажется, нам придется вернуться на базу и попробовать еще раз поехать. Завтра рано утром, может быть, нам повезет. Иногда шаг назад. И два шага вперед. Да. Иногда это более хорошая идея. Это удивительно, как погода поменялась буквально за секунду. Мы только что были в очень интересном пейзаже, а сейчас мы находимся в какой-то тундре. Да, ночевать невозможно. Поехали обратно. Поехали. Давай. Рад. Я к тебе пришуршала. Привет, шуршала. А все почему? Потому что на мне водонепроницаемые штанишки. Что ты делаешь? Я смотрю погоду. Сейчас ветер западный. Поменялся с северо-восточного. Плюс 2 градуса. Разбираешься. Да, вот с левой стороны от меня находится полуостров Камчатский. Мур, нам очень важно сегодня подняться на вулканы. Рассвет предлагаю встретить на перевале. Это в той точке, где мы вчера встали, не смогли пройти. Да, нас там остановило. Пурга, снежный столб. И поэтому сейчас попытка номер два. Дорога до перевала была длинной, но мы думали только о том, чтобы нам повезло с погодой. И только подъезжая, мы увидели, что вулкан открывается. Мы успели к рассвету. Вся долина залита огнями. Это очень красиво. Несмотря на то, что холодно и сложно говорить, это очень красиво. Вулкан скоро откроется. Боже, солнце, да посмотри. Очень красиво. Вообще просто невероятный рассвет. Нам повезло. Вчера здесь было метель и пурга, а сейчас... Ветер сильный. Я надеюсь, он разгорит все облака. Вообще мы собирались на Камчатку за золотую осенью. У нас получилось. Ты можешь мне сказать, где золотая осень? Вот за моей спиной находится вулкан Горелый. Я готова идти. Около двух-трех часов будет восхождение. Каждые сто метров температура будет погодать на градус. Слушай, мне кажется, уже минус сто. Потому что очень сильный ветер. Я не просто так бочком сейчас стою, потому что очень сильно дует. Самое главное, чтобы открылся вид на самом вулкане. Двух-трехчасовое восхождение. Вперед! Ура! Вот тебе и золотая осень на Камчатке. Типичная золотая осень. Снег, лед, ветер. Это, наверное, самые сложные условия, в которых мы делали фотографию. Где-то здесь находится кратер вулкана Горелый. Без фотографии мы не уйдем. У тебя на ресницах лед. Помнишь сказку о ледяных столбах? Нет. Я тоже не помню. Но она, мне кажется, будет после этой поездки. Два ледяных столба замерзли на вершине Горелого. Горелого, блин. Пойдем. В поисках кратера вулкана мы сбились с пути. В какой-то момент вдруг стало опасно. Вьюга и метель закружили нас. Мы плутали-плутали по вулкану, так и не нашли кратер. Потерялись и еле нашли дорогу вниз. Ну, такая видимость очень плохая, блин. Очень жалко, что у нас не получилось снять Горелый. Он всячески нас водил. Стеснялся, видимо, сниматься. Он для нашего кадра. Но здесь рядом есть пещеры. Нам обязательно нужно сделать кадр. И мы просто так не сдадимся. Поедем в пещеры. Там тоже может быть очень красиво. Ну что, поехали в пещеры тогда? Вулкан не покорен в следующий раз? Есть повод вернуться. Это абсолютно другая природа. Вообще, отъехали 10 километров и совсем другой вид. Длинный день спусков и подъемов. Смотри потом. Поможешь мне? Давай. Что давай? Я помогу тебе визуально переодеться. Для чего? Для кадра. У нас не получилось сегодня подняться на вулкан Горелый, посмотреть его кратеры. Но спустя несколько часов мы добрались до этой замечательной пещеры снежной. И это очень красиво. Да, нам повезло, конечно. Пойдем делать кадр. Пойдем. Раньше все ущелье было в ледяных извилистых пещерах. Но в этом году все начало таять. И, возможно, мы последние, кому удалось сделать снимок в этом уникальном месте. Было страшно. Вода капала прямо с потолка. Давай просто помолчим. Порадуемся. Понаслаждаемся красотой природы. А то мы вечно куда-то бежим с тобой. Хочется просто остановиться. И плавить языком снят. На самом деле, кадр получился. Несмотря ни на что, мы сделали очень красивый снимок. Этот длинный холодный день закончился очень романтично. Мы ночевали в палатках на берегу реки. Грелись у костра. И, конечно же, ели бутерброды с игрой. Следующее утро было ясным. И мы забрались на сопку, с которой видно злополучный вулкан Горелый. Прогноз на день отличный. У нас большие планы. Но об этом уже в следующем видео. Наташа, привет. Привет. Что ты тут делаешь? Посмотри, открыт вулкан. И вся долина открытая. Смотри, как лучи только вставшего солнца покрыли всю долину. Очень красиво. Не верится глазам. Вот я сижу сейчас, смотрю, и я не верю глазам своим. Конечно, на Камчатке очень переменчивая погода. Очень. Мы немножко с тобой, на недельку нам надо было пораньше сюда приехать, чтобы были все одни, такие, как сегодня. Жалко, что когда мы восходили на вулканы, нам не так повезло. Они на прощание нам показали, какая тут красота, свое величие. Мы обязательно сюда вернемся. Знаешь, такое суровое и молчаливое состояние. И ты его именно здесь чувствуешь. Садись со мной. Спасибо. Спасибо. Как мы делали фото с извергающимся гейзером, смотрите в следующем видео. Спасибо. Спасибо.